Смаук. Дракон, который своим огнём плавит металлы. И Кракен. Огромный осьминог, который победил Титанов. Сегодня будет грандиозная битва, в которой тебе надо будет выбрать победителя. Ведь победитель будет сражаться с самим Годзиллой. Я сразу тебя предупрежу, что сегодня будет неоднозначная битва. Это не слив одного из монстров. Участники сильны и предугадать победителя очень сложно. Среди экспертов битва уже была. Сейчас будет битва на арене турнира. А потом, скорее всего, будет ещё битва и в комментариях. И сегодня один из экспертов будет, ты не поверишь кто, канал «Кто кого». Привет всем подписчикам канала «Монстровед», самому монстроведу. А мы канал «Кто кого», здесь Сигалов Ди и Балтийский. Рад приветствовать всех. И сегодня мы поделимся своим мнением о противостоянии Смауга с Золотого и Кракена из Битвы Титанов. Ну что ж, начинай. Сегодня мы узнаем, кто сильнее. И первое, с чем долго не могли определиться, так это с размерами участников. А знать размеры монстров это очень важно. Если брать официальную информацию от автора фильма со Смаугом, то они говорят, что его длина как два Боинга, а это 140 метров. Про Кракена много разной информации. От 125 метров до 2 километров. Неплохой такой разброс в цифрах. Но если посмотреть на реальные кадры из фильмов, где монстры находятся рядом с человеком, то видно, что Кракен однозначно больше. Вот, пожалуй, Персей и голова Кракена. Вот тебе Бильбо и голова Смауга. Не вооруженным глазом видно, что Кракен больше и мощнее. Но, конечно, ему далеко до 2 километров. И почему такой большой разброс цифр и размера гиганта? Возможно, все дело в щупальцах. Если Кракена замерить от конца одного щупальца до конца другого, то длина получится внушительная. Кстати, и размер Смауга 140 метров. Это от головы до конца хвоста. А шея и хвост у дракона очень длинные. Половину всего размера точно занимает. Но мы в расчет не должны брать длину участника. Мы должны представлять его общий размер. Например, длина слона 6-7 метров, а длина змея-анаконды достигает 9 метров. Ого! Змея больше слона? Конечно же нет. Вот где змея и вот где слон. Такая же и у нас путаница с участниками битвы из-за длинных хвостов и длинных щупалец. Если размер Смауга брать 50-70 метров без учета хвоста и Кракена в районе 120-150 метров, то получается, что гигантский осьминог больше дракона раза в 2-3. Ну, по кадрам примерно так и получается. Значит, соотношение в размерах примерно вот такое. Дмитрий, Андрей, а вы как думаете? Ну, наверное, по размеру мы все-таки склоняемся, что Кракен будет больше. Хотя, вроде как, максимальный размер Смауга тоже там достаточно большой, если фильмовую версию брать. Но все-таки мы склонились... Да, чисто визуально мы считаем, что Кракен там по масштабу не будет. Ну и отлично! С габаритами участников разобрались. Теперь переходим к способностям, силе и слабостям монстров. И начнем со Смауга. Смауг – это дракон, который одним только своим дыханием за несколько минут сжег целый город. Смауг – это истинный дракон. Он обладает всеми преимуществами, которыми должен обладать настоящий дракон. Мощный, уверенный и грациозный полет. И, конечно же, жаркое огненное дыхание. Это его основные преимущества в битве с Кракеном. Но и про другие боевые способности не забываем – когти, зубы и хвост. Используя их в ближнем бою, дракон может нанести Кракену урон. Ну и, конечно же, надо отметить гипнотический взгляд дракона. Или еще эту способность можно назвать драконьей чары. По крайней мере, Бильбо не устоял перед ним и раскрыл себя. Подействует ли этот прием на Кракена – посмотрим. И последнее преимущество Смауга – это его ум, который может быть даже превосходит человеческий. Умно думающая голова в битве – это плюс для участника. Есть у Смауга и слабости. Несмотря на прекрасную броню, есть в ней брешь. Вот здесь не хватает чешуйки. Именно сюда попала черная стрела и убила дракона. Кракен – это очень страшное создание. И я сейчас не про вид, а про его сущность. Из собственной плоти Аид породил невероятного ужасного монстра. Кракена. Кракен – это монстр, созданный из плоти Бога, и его задача была уничтожить Титана. С чем он прекрасно справился? У гигантского осьминога есть следующие боевые способности. В связи с его огромным размером, у него и огромная сила, которая в основном заключена в его щупальцах. Они – его ударная сила. Огромные и мощные они разрушили целый город. Плюс на конце щупальца очень прочный и острый наконечник. Его можно использовать как штык. А также у Кракена когти или даже пальцы в виде когтей. Такая рука – это отличное оружие в ближнем бою. Ну и у Кракена также хорошая броня. Правда, не везде. А где брони нет, там, вероятно, очень толстая кожа. Ну и теперь надо смотреть, как соперники смогут победить друг друга. Рассмотрим драконьи чары. У Смауге действительно есть такая способность, но в битве он навряд ли ее применяет. Это работает в мирное время. А в схватке он просто не успеет воспользоваться своими чарами. Да еще и неизвестно, как они подействуют на Кракена. Все-таки этот монстр и хоббит – совершенно разные биологические существа. Следующий пункт, к которому мы бы хотели перейти – это интеллект. Здесь как раз-таки, на наш взгляд, будет один из немногих перевесов в сторону Смауга, потому что у Кракена не так было много времени, чтобы что-то показать. Но все-таки мы считаем, что этот момент не будет решающим в битве, потому что сейчас мы поговорим еще о других аспектах, которые стоит рассмотреть. Кракен – животное, а Смауг умнее человека. Он по-любому что-нибудь придумает. Согласен, интеллект много значит, но вот этим людям он как-то не очень помог. Очень часто оказывается, что сила сильнее, чем ум. Только Персей смог включить свой интеллект, и то ему подсказали, как можно убить Кракена. Так что в этом случае интеллект может сработать, а может и нет. Огонь дракона плавит любой металл или даже сталь в Средиземье. Струя такого пламени просто сварит мозги Кракену и сожжет его кожу. Но дракон плавит металл, наверное, только при длительном воздействии? Кракен не даст себя так долго жарить. Он же будет сопротивляться. И у Кракена есть скелет и череп, поэтому мозг не сгорит. Между прочим, Смауг расплавил кольца власти, только один раз вдыхнув на них. И можно только нагреть череп, и мозг Кракена умрет от высокой температуры. Ну вот, мнения разделились. Одни считают, что огонь Смауга сможет повредить Кракену, а другие считают, что броня Кракена справится с огнем. Сложно сказать точно. С одной стороны, конечно, у дракона очень мощный огонь, перед которым не устоит даже металл. А Кракен вроде как обычное биологическое существо. Но с другой стороны, Кракен из плоти Аида сделан, из плоти Бога. И он больше, чем Смауг. То есть на него надо гораздо больше огня, и воздействие должно быть длиннее. Даже маленькие Бильбу и гномы не сгорели в огне Смауга, хотя находились совсем рядом. То есть, чтобы сжечь Кракена, дракону надо подлететь уже совсем близко. А вот что в этом случае может помочь Кракену? Это размер, как мы уже сказали. Но размер здесь не только дело в величине, а дело еще в гигантских щупальцах, которые позволяют... Да, разрушал город. Да. И огромные разрушения. И гигантские щупальцы в том числе могут нивелировать возможность Смаугу летать. Конечно, у него всегда останется шанс просто взлететь и наблюдать за схваткой с длительного расстояния и пытаться атаковать огнем Кракена. Но едва ли такой результат придет к какому-то успеху, и, скорее всего, он поможет всего лишь избежать поражения. Ну да, да, это будет бегство, это уже фактически нельзя называть какой-то схваткой. Да, Кракен просто прихлопит Смаугу своими щупальцами. Форму щупалец Кракена поддержит в основном мышцы, поэтому достаточно просто их повредить, и они перестанут работать. Да, Смауг один, а щупальцев много, силу не сможет повредить. Если у Смаугу основное оружие – это огонь, то у Кракена, конечно же, это щупальца. Они действительно мощные, и если они ударят Смаугу, насколько это будет для него болезненно? Удар на Смаугу никак не повлияет, он бронированный. Единственное, что может сделать Кракен, это попытаться задушить Смаугу, как Геракл, немецкого льва, но дракон очень долго может обходиться без воздуха. Но ведь можно не только задушить, но еще и позвонки шейны сломать. Но в защиту Смаугу скажу, что движения у Кракена медленны. Этот монстр нерасторопный. Перси вон как ловко уходил от ударов. Конечно, Смауг больше ему сложнее будет, но он, возможно, и выдержать удар сможет. Помимо основных способностей участников, есть еще и второстепенные, такие как зубы и когти. Может быть, что до них дело в битве не дойдет, так как они созданы все-таки для ближнего боя. Возможно, что все решится в противостоянии огня и щупалец. Но тем не менее, что думаете про зубы и когти? Не сможет. Кракен очень бронированный. Броня у Кракена есть, но не везде. Например, шея у Кракена открыта, и щупальца покрыты броней только сверху. А снизу их можно повредить. Но хватит ли у дракона размера челюсти, чтобы откусить щупальца? У Кракена огромные когти. Что если Смауг попадет в эти лапы? Ну, давай подведем итоги. Кто же сильнее в этой битве окажется? Что у нас осталось еще по плану? Пожалуй, что ничего нет. Нет, у нас есть еще пару моментов. Мы должны подвести некоторые итоги. Мы считаем, что... Конечно, здесь можно рассматривать долго и упорно, но поскольку у нас такой сегодня экспресс-анализ, мы считаем, что у Кракена шансов будет больше, потому что его все-таки победили только с помощью специального артефакта. А конкретно Смауг оказался из-за своей довольно глупой такой, да, уязвимости, всего лишь вот этого маленького отверстия в чешуе, это смог использовать даже обычный солдат. Конечно, ну, не солдат, мы понимаем... Скорее всего, сил Кракена хватит, чтобы, благодаря, все не ломать. Он может просто случайно попасть в эту точку, даже не целясь в нее конкретно. И таким образом, скорее всего, Смауг Золотой из-за этого и проиграет, по нашему мнению. Одни верят в победу одного, а другие уверены в победе другого. Спасибо всем экспертам за помощь в обсуждении участников и отдельное спасибо каналу «Кто кого» за их экспертное мнение. Сложный выбор сегодня. Участники действительно сильны и могущественны, и каждый имеет шансы на победу. Но сейчас тебе надо будет выбрать победителя. Рассмотри все варианты битвы, вспомни все способности Кракена и Смауга. Если надо, еще раз присмотри это видео и фильмы с их участием. И тогда ты сможешь проголосовать честно и справедливо. Кстати, напоминаю, что победитель этой пары будет сражаться с Годзиллой. Готов? Тогда жми на вот такую кнопку и голосуй. И пока ты голосуешь, расскажу о результатах прошлой битвы Суртура и Горыныча. Горыныч начал битву очень достойно и первые минуты голосования шел с Суртуром практически на равных. Но потом Огненный Демон взял верх над Змеем. Заслуженная победа Суртура. И в следующей битве мы определим его соперника, Мега Кайдзю или Кловер. На сегодня это все. Подписывайся на канал, смотри битвы и голосуй за сильнейших монстров. От тебя зависит, кто станет королем монстров. Увидимся на арене турнира. Субтитры создавал DimaTorzok